Принцесса Грейс А солнечный свет грел ее кожу В дверях стояла ее юная кузина Стейси И, нахмурившись, наблюдала за ней Принцесса Грейс была самым добрым, самым вежливым и самым любящим человеком во всем королевстве В то время как Стейси была ее полной противоположностью Она презирала принцессу Грейс, хотя именно родители принцессы воспитали ее Как свою собственную дочь и любили ее так же сильно, как и свое дитя На самом деле, сама мысль о том, что Грейс однажды станет королевой Заставляла ее сжимать зубы Какое прекрасное королевство! В самом деле! Это принц Райан из соседнего королевства Он прибыл сюда, чтобы встретиться с королем по вопросам, связанным с торговлей между двумя королевствами Добро пожаловать, принц Райан! Мы очень рады, что ты здесь! Король представил Райана Грейс и Стейси А затем начал обсуждать текущие дела Я думаю, что мне придется завоевать принца, прежде чем он влюбится в Грейс В тот день, когда Грейс прогуливалась по королевскому саду Райан подошел к ней, чтобы поговорить Ваше Высочество! О, привет! Поскольку я здесь всего на пару дней Не могли бы Вы показать мне свое королевство? Конечно! Встретимся у ворот дворца после ужина Спасибо! Полуденная жара спала, когда солнце спустилось ниже Почему я так волнуюсь? Я должен расслабиться, верно? Действительно! Ха-ха! Запрыгивай! Колеса, кареты весело подскакивали На дорогах королевства А дело шло к вечеру И на улице стало темнеть А почему мы здесь? Я хочу тебя кое с кем познакомить О-о-о! Пойдем Ух ты! Что это за место? Я нашла его случайно, когда заблудилась в лесу, играя с сестрой Я испугалась, но потом встретила их Их? Меня зовут Том Успокоился? Да Хорошо Так, кто же Вы? И я... Я принц Ран из королевства Дентанг Он приехал в королевство по делам Я привела его сюда Ты никогда никого сюда не приводила? Таков был уговор Я знаю Но оба наших отца хотят, чтобы мы поженились И я... Подожди, что? Да Я слышала, как они говорили, когда твой отец был здесь прошлой весной А вот Том мой лучший друг Я хотела, чтобы он познакомился с тобой до того, как я начну думать о нас О, но никто не спрашивал меня, хочу ли я жениться на тебе У тебя так сильно блестят глаза Действительно Хм... Говорящая белка Пойдемте И какой чудесный получился вечер Они пели, танцевали и играли в разные игры Хороший парень Когда вечер подошел к концу, Райан и Грейс попрощались с ними и вернулись в королевство Большое тебе спасибо, я так давно не веселился Я тоже Мне кажется, я влюблен в нее Действительно Тем временем Стэйси, дожидавшаяся наступления темноты Тайком выскользнула из замка, чтобы разыскать фею Герулу Которая жила в пещере вдали от людей и была потомком рода гоблинов Что привело сюда королевскую особу? В такое время ночи Я леди Стэйси Я пришла простить об одолжении Стэйси рассказала фее все о своей сестре и принце и о том, как она хочет, чтобы она ей не была помехой Я выполню твою просьбу Но если по какой-то непредвиденной причине ты не выйдешь замуж за принца Райана, ты позволишь мне превратить тебя в очаровательную зеленую змею Согласна? Что? Что это еще за жестокая просьба? Ну что ж, если ты не можешь обещать мне этого, думаю, тебе лучше идти домой Хм, хм Я действительно глупая Почему я боюсь, что не смогу завоевать любовь принца Райана, как только Грейс уберется с пути? Я согласна с твоей волей Сюда, кузины, придите по моему зову Принцесса Грейс молода, и мы хотим, чтобы она исчезла Сделайте мне заклинание, что уберет ее с дороги Стэйси Заставьте принцессу навсегда уйти Грейс нежна и не думает о коварстве Мы никогда не пожелаем ей зла, ни сейчас, ни потом Хм Мягкосердечные гномы не желают наказывать Грейс Но у меня есть другие способы Волшебный шар, послушай меня Преврати принцессу Грейс на год в белоснежного ягненка Пусть блеет, пусть могучий лев найдет ее во сне И она снова станет человеком, если лев останется с ней на целый год Ух ты! Это действительно сработает? Не сомневайся во мне А теперь потихоньку возвращайся домой И через пару часов на рассвете попроси кузину прогуляться с тобой в парке О, замечательно! Спасибо тебе! Когда Стейси ушла, фея Герулла улыбнулась, не подозревая, что гном Том все слышал из-за туманного облачка Грейс в беде! Я должен добраться до дворца до восхода солнца! Том отправился во дворец в своей маленькой карете, запряженной кроликом, в тишине уходящей ночи Когда взошло солнце, Стейси поспешила в комнату Грейс Проснись, сестрянка! Не прогуляйся со мной по парку Я потеряла свое бриллиантовое ожерелье И прошлой ночью мне прояснилось, что оно лежит в траве О, да, конечно! Какое прекрасное стадо овечек! Такое невинное! Ха-ха-ха! Кто теперь наследник престола? Принц Райан тоже мой! Это все моя работа! Я ненавижу тебя, Грейс! Сказав это, Стейси повернулась и оставила свою бедную кузину в немом отчаянии Гном Тома рассказал все принцу Райану, который пришел в ужас Боже мой, надо немедленно сообщить об этом королю! Ты не можешь этого сделать! Ты не можешь этого сделать! Проклятие лежит на Грейс! И что бы ты ни делал, ничто не сможет вернуть ее, пока не пройдет год! Но это даже не самая плохая новость! Согласно заклинанию, могучий лев найдет ее во сне! А ты знаешь, что лев никогда не будет ждать пробуждения ягненка! Если не, разве что... Грейс вышла из дворца вместе с гномом Томом и добралась до леса Не, пора уходить! Но ты не волнуйся, у тебя все будет в порядке! Сказав это, Том ушел! А смущенная Грейс только блеяла, пока не уснула, так как устала от долгой прогулки Между львом и ягненком завязалась странная, но прекрасная дружба И каждый день они играли у реки, смотрели, как садится солнце И смотрели друг на друга, словно разговаривали взглядами Вернувшись во дворец, Стейси все больше беспокоилась Поскольку проходили месяцы, а принца Райана нигде не было видно Времена года менялись одно за другим, как и листва в лесу Так как прошел целый год То утро Грейс пошла к реке попить воды И, глядя на свое отражение, увидела, как ее лицо принимает человеческий облик Ах! Ха-ха-ха! Я снова человек! В самом деле? Это вы, ребята? Ты знаешь, кто этот лев? Хм... Это принц Райан! Что? Том все объяснил Грейс Он рассказал ей, как, сказав принцу о проклятии Тот охотно согласился превратиться во льва, чтобы защитить ее Ох, Райан Я так сильно люблю тебя, Райан Я тоже люблю тебя, Грейс Между тем, неподалеку от них за деревьями стояли король и королева Которые ушли в лес, погруженные в свое горе Так как в тот день прошел ровно год с тех пор, как их дочь исчезла Они с недоверием смотрели, как перед ними разворачивается действие Грейс! Дитя мое! Мама! Отец! Когда они обняли дочь, то она рассказала им все Они были в ярости, но больше всего им было больно, потому что они любили Стейси так же сильно, как и Грейс Мы позаботимся об этом позже, а сейчас мне нужно сказать кое-что важное Ты, принц Райан, я всегда знал, что ты хороший человек Но твоя жертва очень смелая По правде говоря, мы с твоим отцом всегда этого хотели Мы знаем О, ха-ха-ха, ты знаешь? А что вы, ребята, скажете? Мы скажем да! А во дворце Стейси превратилась в змею Ты очень злая Я не хочу, чтобы этот мир был наполнен такими злыми людьми, как ты Потому что я хочу быть единственным злым человеком в этом мире Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Когда король добрался до дворца, он позвал Стейси Но Стейси нигде не было Фея Герула была здесь Я чувствую запах ее духов Стейси, должно быть, встретила свою судьбу Тош, это все еще причиняет боль моему сердцу Но она заслужила это, потому что нет преступления хуже, чем обманивать тех, кого мы притворяемся любить И на этом наша история заканчивается Принцесса Грейс и принц Райан сыграли свадьбу Гном Том был назначен королевским командиром А что касается меня, то теперь я был любимцем Райана и Грейс И мне это нравилось Всякий раз, когда они что-то говорили, я просто вежливо отвечал В самом деле?